ничего обычного привет на канале питбуль гараж у нас сегодня саманда ну болезни саманда я думаю многие знаю да это слабая электроника вот слабые электро приборы и слабый подрамник подрамник который гниет ржавеет и грубо говоря выходит из строя значит что мы видим тормозные диски тормозные диски здесь уже просятся под замену вот как бы еще поездить можно прошлый раз когда этот саман ко мне проезжал у него тут стоял пыльничек уже куда-то он пропал непонятно но после мастеров которые здесь есть вот все что угодно может быть у нас также обоссался пыльник пыльник а так у нас этот пыльник слетел вот все в масле ну да ладно в общем что нам нужно сделать сначала снять подрамник значит снимаем подрамник и дальше будем решать с этим автомобилем что у него еще болит подшипник ступиц под замену вот ну и там наконечник вот такое но пыльники конечно видите здесь пыльник стоит с ним все отлично вот с этим шрусом с этим шрусом все нормально да все нормально ну так ну и все ну то что стоек здесь нету это понятно стойки здесь не рабочие стойки нужно менять ну а так а так больше ничего вот эта стойка вообще потекла уже уже я заезжал гараж через поребрик вот а у меня я почувствовал как правая сторона провалилась ну и все подрамник лежит человек ждет машину было проблематично купить подрамник на эту машину очень проблематично его просто не было в украине а так мотор у этой машины довольно неплохой вот если его вовремя кормить обслуживать вот и за автомобилем смотреть поэтому берегите своих коней смотрите за ними во время ну в общем что-то с нашим самандом не то ну то что подрамник то понятно но в таком обильном состоянии находится мокрый поддон то есть защита а теперь смотрим сюда коробка картер подушка да и и понеслась смотрим наверх и туда смотрим сейчас попробую как-то так по вам показать смотрим в сторону грэм там вообще все мокро там просто просто как значит то что я отсюда вижу это прокладка клапанной крышки вот что еще что еще ну а дальше дальше будем смотреть будем еще открывать капот смотреть что там творится потому что ну так течь это конечно фэнтези значит шаровой шаровой нету шаровой уже люфта вертикального нету то есть когда он стоит в рычаге и затянут вот люфт вы не увидите а вот вертикальный но он уже все то есть человек поедет на развал вот и через каких-то там фигню времени ему придется до шарова меня шаровая вот это она нормальном состоянии как бы как бы она еще бы бегала вот интересная вообще-то шаровая самандах ну да ладно в общем разбираем дальше напоминаю мы снимаем полностью весь этот подрамник а почему меняем подрамник то вот я вам покажу это мальчик приехал говорит мама его попросила кстати он вон и шосс почему такое шрусом объясню рычаг вот этот ходит вот рычаг ходит и он просто-напросто сбил кольцо вот но естественно такая беда и мама говорит типа сделайте машину на 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 мол мол поварите да ну ребята я поварю а завтра этот рычаг у него на скорости отлетит и не дай бог человек куда-то влетит и потом что скажут а мы были там у киевлянина киевлянин который переехал наш город и делает с машином переполох ну вот так вот так и для того чтобы было все красиво и и и и идеально вы хотели чтобы у вас спидометр работал это никогда он у вас работать не будет видно да ладно мы к этой теме вернемся ну вот так ребят поэтому никто не хоть не хотел браться за эту машину и многие бы и не взялись за эту машину ну и не знаю я не знаю по каким причинам по каким критериям как тут люди относятся к машинам плане мастера но мы смотрим за своим носом и смотрим за собой поэтому делайте работу хорошо красиво дабы дабы потом не было мучительно больно а вы знаете да как маленьких городках один раз насрал и к тебе больше никто никогда не проедет а еще и слух пусть от там мастер идиот ну поэтому как бы вот так как бы так продолжаем работать ну что боксе у нас тепло вот и сняли наш подрамник теперь мы видим что у нас тут творится первая первая проводка до спидометра потом смотрим на проводку вот там вот дальше да 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 вот там контакты короче завтра заказчика приглашаю в гости на свидание и чтоб он посмотрел на автомобиль состояние до шруса там масла нету вот это все вымывать надо я ему дам маленький да вот висит как я ему дам маленький список на покупку ну а вот наш подрамник в нашем подрамнике что мы видим ржавчину нужен пальцем проминается так оторванный наш рычаг вот что сделал шрус вот это все шрус натер видите да вот а так вот эти потроха нужно полностью переустановить на наш на новый подрамник вот и как бы пока заказчик будет заказывать это все дело вот мы будем менять подшип открутим а подкрутим шаровые я думаю все знают как шаровые меняются джо ситроен обучать не надо вас не бо дядя паша может обучить и очень легко пока бы обучаю бесплатно вот ну и вот все шо там творится в грм все в масле все в масле все плывет так что я не заметил в этой машине я когда загонял ее в гараж я не заметил что работает гидроусилитель поэтому пока мне еще не понятно поставил стойку знаете зачем я ее поставил ну раз машина в таком состоянии у меня нету надежности на подушки подушки которые там стоят у меня такое ощущение когда я под ней нахожусь с метод мотор вместе с коробкой просто упадет на голову вот на сегодняшний момент по работе все ну да я щас поснимаю вот эти наконечники вот подкручиваю да и пойду монтировать видео диски под замену они с такой выработкой страшной что с одной что с другой стороны а там уже пусть заказчик принимает решение менять не меня датчики bs а но вот так как бы ничего сложного в этом автомобиле нету при наличии профессионального инструмента прямых рук вот которые растут из плеч да и все в принципе все состояние мотора вот такое вы видите начиная от клапанной крышки через грм она все течет завтра придет заказчик я ему все покажу что это не я это она сама сломалась вот потому что некоторые подумают о там специально что-то сломала тер заказчиком в бабло погонит не ребята я таким не занимаюсь во первых помнится мне этот автомобиль я его вспомнил если этот тем более того человека которого я помню я тем более тем более этот автомобиль починю и в нем будет все абсолютно работать и в любом случае в любом случае машину мы сделаем и она будет против вать ну в общем такая вот и история 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 с этим машиной уже понятно вот машину мы сделаем вопросов как бы нету вот назар я помню помню про твою коляску электроколяску которую нужно сделать я просто сейчас не не совсем успеваю очень хотелось бы просто отдельно снять видео если ты еще не сделал коляску не нашлись у вас там мастера и передать это видео вот этим который держит новую почту может они помогут переслать твою ну за их не счет переслать к нам в мироновку электроколяску вот я бы ее сделал и этой же новой почтой переслать вам туда обратно если новая почта поможет это сделать без корыстно ну то есть то есть даром вот то в принципе ничего сложного нет я не вижу сделать твою коляску если нужно вот а так вообще огромное спасибо тебе спасибо за фонарь спасибо задержатель вот как бы я буду пользоваться твоими услугами с удовольствием по мере возможности и очень бы хотелось сказать людям люди чтобы люди действительно помогали таким мне очень нравится что у вас есть напор и целеустремление не у многих которых все в порядке со здоровьем есть такое желание и рвение вот поэтому я думаю вы будете процветать и у вас будет все нормально но так на сегодня всем пока пойду монтировать видео скидывать заказчику ждать завтра заказчиков гости чтобы он посмотрел на это все ну и получил маленький списочек маленький списочек для автомобиля вот да я помню я помню что вы ждете видео угон угона автомобиля не нашел и подходящих людей кто бы свой автомобиль бы дал для угона будем угонять свой автомобиль с бесключевым доступом такие автомобили это сейчас вот все последние новые ланг крузеры хонды там и все остальное в общем будет видео я сделаю я просто реально действительно не успеваю сделаем видео ну а так все сейчас монтаж отдача заказчику и шпили танки 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 рулят но говорят там в танках одни педики сидят да не нифига просто иногда действительно хочется оторваться чуть-чуть оторваться и пошпилить в танки вот поэтому как бы не так бежишь домой в танки поиграть а как заказчику отдать видос потому что еще время на монтаж занимает все ребята спасибо за внимание вот это первая часть во второй части мы его добьем у нас заведется и поедет все пока